здравствуйте уважаемые студенты лекция по детским болезням тема лекции инфекции мочевой системы у детей лектор ассистент кафедры пропедевтики детских болезней инфекции мочевой системы это микробно-воспалительные заболевания почек с поражением чашечно-лоханочной системы интерстициальной ткани и орехами почек и канальцев распространенность микробно-воспалительных заболеваний почек и мочевыводящих путей в разных регионах составляет от 0,36 процентов до 3,5 процентов и вот среди них значительное место у нас занимает пиво нефрит среди всей нефрологической патологии она составляет от 47 до 68 процентов этиологическими факторами чаще всего являются различные штаммы кишечной палочки стафилококко протеи клепсио нередко в посевах мочи при пилонефрите обнаруживают палочку сине-зеленого гноя сальмонию энтеробактерии развитие пилонефрита могут быть по вины также микоплазмы лептоспиры кандиды хламидии и другие микроорганизмы если смотреть по структуре кишечная палочка называют заболевания от 40 до 60 процентов случаев энтеробактерии от 5 до 15 процентов энтерококки от 2 до 5 процентов пепсио нередко от 7 до 20 процентов протеи от 9 до 16 процентов стафилококки от 5 до 14 процентов микробные ассоциации от 9 до 15 процентов и стрептококки от 4 до 10 процентов острый пилонефрит у большинства выделяют один вид микроорганизма а если это хронический пилонефрит то здесь возможны микробные ассоциации встречается это в 15 процентах больных а также персистирование инфекции в организме способствует безоболочной формы возбудителей л-формы или протопласты которые не выявляются в уличном посеве мочи патогенные свойства и лекарственную резистентность сохраняют проникновение инфекции в почку может происходить восходящим путем при наличии острой или хронической инфекции на фоне острых и хронических кишечных инфекций может иметь значение лимфогены также путь инфицирования почки для развития пилонефрита весьма значим как свойства микроорганизмов так и резистентность макроорганизма то есть организма ребенка со стороны макроорганизма ведущими моментами в развитии пилонефрита являются анатомо физиологические особенности органов мочевой системы и состояние иммунитета у ребенка предрасполагающие факторы для возникновения заболевания помимо микроорганизмов необходимы местные и общие условия способствующие развитию заболевания среди факторов предрасполагающих к возникновению заболевания первое это генетические детерминирования то есть это пол ребенка антигены системы ашля при наличии фенотипе ашля антигенов а10 b7 b8 у девочек два три раза выше риск возникновения пилонефрита второе это уропатии врожденного наследственного и приобретенного характера которые ведут к нарушению оттока мочи третье эндимопатии связаны с первичным дефицитом ферментов канальцевом петели и почек и вторичные условленные наследственной патологией агентных веществ четвертое иммунодефицитное состояние пятое у новорожденных наследственная предрасположенность то есть это нефропатия беременных наличие микробно воспалительных процессов во время беременности тяжело протекавший родовой акт который сопровождался асфиксией новорожденной в следствие гипоксии почечной ткани септические заболевания следующее в грудном возрасте при наличии гипотрофии гипервитаминоза D оксидативно-катурального диатеза тяжелых желудочно-кишечных расстройств с развитием гиселептримии возможно развитие дефрита и в школьном возрасте это анатомические аномалии строения почек мочеводящих путей тублопатии дискинзии желудочно-кишечного тракта глистные инвазии наличие очагов хронической инфекции это предрасполагает заболевания в школьном возрасте патогенез пилонефрит развивается после проникновения в мочевые пути различных микроорганизмов имеющих комплекс патогенных свойств необходимых для индукции воспалительного процесса наиболее часто микроорганизмы проникают в почки восходящим путем реже гематогенным или лимфогенным воспалительный процесс инициируется адгезией прикреплением микроорганизмов к эпителиальных клетках мочевых путей на фимбриях бактерии имеются поверхностные адгезины которые взаимодействуют с рецепторами эпителиальных клеток мочевых путей большинство прикрепляющихся уропатогенных бактерий взаимодействуют с клубками гликоэльпидорецепторов при восходящем пилонефрите бактерии первоначально появляются в почной лоханке затем в почных канальцах и мозговом интерстиции и наконец в последнюю очередь в корковом слое почки бактерия при остром восходящем пилонефрите сопровождает в случае наиболее тяжелых поражений почек и является следствием инфекционного процесса первые гистологические изменения возникают в лоханке в ткани почек через 6 часов после инфицирования они характеризуются поражением форникса изменением дистальных канальцев с их абтурацией гнойнофибринозными пробками и популярным расширением вышележащих отделов канальцев сопровождаются отеком мозгового вещества и инфильтрацией тканей полиморфно-ядерными лейкоцитами в течение последующих 24-72 часа нарастает инфильтрация коркового и мозгового вещества лейкоцитами появляются мунглиарные клетки и диструкция канальцев при гематогенном пилонефрите воспалительная реакция возникает раньше и распространение бактерий соответствует почному кровотоку наибольшее их количество в коре умеренное во внешней и незначительное во внутренней медуре в течение первых 3 часов отмечаются изменения интерстициальной ткани коркового вещества в виде скопления лейкоцитов а также умеренного некроза тублярных канальцев спустя сутки в этих участках обнаруживаются лимфоциты и микрофаги а позднее плазматические клетки и их количество в последующем быстро увеличивается с образованием клеточных инфильтратов в интерстициальной ткани в более поздние сроки через 3-6 дней после заражения появляются очаговые перитубулярные и перевоскулярные лейкоцитарные инфильтраты и в мозговом и в корковом слоях почек которые почти не встречаются при ретрогранном инфицировании почек после седьмого дня заболевания в составе интерстициальных инфильтратов преобладают макрофаги лимфоциты и плазматические клетки в развитии пилонефрита выделяют две стадии это неспецифическая воспалительная и специфическая иммунологическая стадия которые взаимосопряжены и представляют собой единый механизм всего патологического процесса в стадии неспецифического воспаления основа патологического процесса составляет деструкция ткани почек факторами патогенности бактерий мизосомальными ферментами микрофилов которые интенсивно мигрируют под влиянием хемотоксических факторов в почке для фагоцитоза бактерий и супероксидными радикалами образующимися при фагоцитозе в результате активации метаболизма метрофилов кроме того деструкция паренхимы почек происходит под влиянием компонентов системы комплемента и в результате активации других триггерных систем организма кениновой гемокобуляции других также интенсификации процессов пероксидации эпидов стадии специфического иммунологического воспаления основу пилонефритического процесса составляет инфильтрация интерстиция почек лимфоцитами и плазматическими клетками интенсивный идет синтез иммуноглобулинов образование иммунных комплексов и их отложение на базальных мембранах канальцев с выделением биологически активных лимфокинов которые усиливают деструкцию и вызывают усиленный синтез коллагенов волокон с образованием рубцов в ткани почек и вторично сморщенные почки если идет хронизация заболеваний классификация разновидности инфекции лучевой выделенной системы разделяется значимую бактериурию критерием ее является присутствие бактерий одного вида более 10 в 5 степени миллилитров средней кориции чистого образца мочи следующий вид асимптомная бактериурия критерием является значимая бактериурия при отсутствии симптомов инфекции мочеводелительной системы следующий вид возвратная инфекция мочеводелительной системы это два и более эпизодов инфекции мочеводелительной системы с острым пилонефритом один эпизод инфекции мочеводелительной системы с острым пилонефритом плюс один и более эпизодов не осложненной инфекцией мочеводелительной системы Или же 3 и более эпизода неосложненной ИМС. Следующая осложненная инфекция мочеводительной системы это острый пилонефрит. Критерием является наличие лихорадки более 39 градусов Цельсия, наличие симптомов интоксикации, упорной рвоты, обезвоживания, повышение креатинина. Следующая неосложненная инфекция мочеводительной системы цистит. Критерием является инфекция мочеводительной системы с незначительным повышением температуры тела, гизурией, учащенным мочеспусканием и без симптомов осложненной ИМС. Следующая атипичная ИМС уросепсис. Критериями являются тяжелое состояние, лихорадка, наличие опухоли брюшной полости и мочевого пузыря, повышение в крови креатинина, клиника сиприцемии, недостаточный ответ на лечение стандартными атибиотиками через 48 часов, инфекция, вызванная микроорганизмом из группы не кишечной палочки. Клиническая картина. В клинике выделяют несколько синдромов. Основные из них это первая болевой синдром, характеризуется боли в пояснице или в животе, не острые, сопровождается чувством натяжения и напряжения, усиливается при перемене положения тела, а интенсивность она зависит от степени отека почки и нарушения уродинамики. Болевой синдром может быть слабо выражен и выявляться при пальпации живота. При обследовании можно обнаружить болезненность на стороне поражения при пальпации по ходу мочиточников в области почек и при поколачивании поясничной области. Следующий синдром – дезурический. Дезурические расстройства у детей старшего возраста проявляются учащением или урежением мочииспускания, болезненностью при мочеиспускании, полакеурии, мектурии, энурезом, ощущением зуда или жжения, недержанием мочи. У детей школьного возраста может протекать под маской гриппа или при выраженном абдоминальном синдроме с симптомами острого аппендицита. Интоксикационный синдром – это повышение температуры тела, ознок, головная боль, слабость, вялость, бледность, плохой аппетит. Следующий синдром – мочевой. Для мочевого осадка при пилонефрите характерна массивная лейкоцитурия. Патология цитология осадка мочи при пилонефрите выявляет нитрофилурию и изнофилурию. Цилиндрурея при пилонефрите бывает нечасто, но в сочетании с лейкоцитурией – это признак пилонефрита. Цилиндрурея – это, скорее всего, признак тяжести уже пилонефрита. Протеинурия при пилонефрите умеренная, не превышает от 1 до 3 г в сутки. Более высокая протеинурия бывает связана с осложнением пилонефрита кучной недостаточностью. Протеинурия может быть маркером пилонефрита только в сочетании с лейкоцитурией. При вторичном пилонефрите может выявляться геоматурия, обычно в сочетании с лейкоцитурией. И следующий признак, характерный для пилонефрита – это бактериурия. Бактериурию считают патологической при выявлении более 100 тысяч микробных тел в 1 мл мочи. Клинические особенности заболевания у детей дошкольного и школьного возраста Клиническая симптоматика острого пилонефрита зависит от путей проникновения инфекции в паренхином почек, характера возбудителя и возраста больного. При гематогенном пути распространения инфекции преобладают общие симптомы. При уриногенном на фоне общей интоксикации на первое место выступают местные симптомы. Возможно два варианта клиники. Первый – это острое начало с относительно бурным развитием основных признаков пилонефрита. И второй вариант – постепенное, последовательное появление всех симптомов болезни. Как правило, экстраренальные проявления заболевания складываются из симптомов общей интоксикации, болевого синдрома и синдрома гизулических расстройств. Начало заболевания у детей дошкольного и школьного возраста характеризуются лихорадкой со знобом. При падении температуры, выраженной потливостью, характерна головная боль, вялость, слабость, быстрая утомляемость, симптомы интоксикации. Могут быть постоянные или периодические боли в животе, в поясничной области. При пальпации определяется болезненность живота по ходу мочиточников и напряжение мышц в рюшной стенке. Симптом поколачивания в области поясницы и симптом пастернацкого положительный. Также может быть бледность кожных покровов, тени вокруг глаз, пастозность век. Иногда определяется пастозность голени. У детей с диспептическими расстройствами наблюдаются сухость кожи слизистых, может быть геткеричность кожи. Большое количество может быть малых внешних аномалий. Опять и более. Обнаруживается у детей с вторичным пилонефритом на фоне аномалий развития органов мочевой системы. То есть внешние малые аномалии сочетаются с органами. Особенности течения пилонефрита у детей первого года жизни. Пилонефрит у новорожденных детей грудного возраста проявляется высокой температурой, анорексией, рвотой, срыгиваниями, желтухой, расстройством стула, симптом обезвоживания, падением массы тела. Заболевание может протекать под маской кишечного токсикоза или носить септический характер с появлением менингиальных симптомов. Такое развитие заболеваний связано со скорностью детей раннего возраста и генерализацией воспалительных процессов. Примерно половина детей проявляет беспокойство при мочеиспускании. У других детей перед мочеиспусканием появляется плач, покраснение лица. Это можно рассматривать как эквивалент дизурических расстройств у детей раннего возраста. Пелонефрит у детей первого года жизни протекает следующим образом. По типу тяжелого заболевания в клинике заболевание превалирует в симптомы интоксикации, в анализах мочи и белка нет или обнаруживаются следы. Бактериурия или ликоцитурия незначительные. Либо по типу разнообразных масок могут диагностироваться диспептические расстройства, пилораспазм, кишечный синдром. При этом ребенок мочится очень часто или напротив редко. С беспокойством при мочеиспускании или отказом от горшка. Диагностические критерии. Диагностическим критерием мы относим жалобы, анамнез и физикальный осмотр. Какие жалобы предъявляют? В первую очередь это повышение температуры тела. Это высоких цифр, фибрильных цифр. Слабость, вялость, отсутствие аппетита. Боль при натуживании. Оперативные пазлы. Учащенные мочиспускания малыми порциями. Недержание мочи. Боли в поясничной области, в животе. Изменение цвета мочи. Это характерные жалобы, предъявляемые детьми. В анамнезе на что нужно обратить внимание? На подъем температуры неясно телом. На боли в животе без четкой локализации. Может быть с тошнотой ротой или без. Эпизоды мочевой инфекции ранее в анамнезе. Обратить внимание на запоры. Есть ли вылевитые, вылево-гиниты у девочек. Фиммозы, баллонапаститы у мальчика. При физикальном осмотре. Обязательно осмотр наружных половых органов. Измерение артериального давления. Выявление симптомов интоксикации. Разной степени выраженности. Выявление мочевых симптомов. Это учащенная мочиспускание. Мутная моча с неприятным запахом. Недержание мочи. Возможные аномалии мочиспускания. И тонуса прямой кишки. Возможные аномалии позвоночника. Фиммоз. Синихи. Обязательно пальпация мочевого пузыря. В ручной полости. Пальпация почки. Перечень основных диагностических мероприятий. К основным обязательным диагностическим обследованиям. Которым проводим на стационарном уровне. Это относится к ним общий анализ крови. Общий анализ мочи. Биохимический анализ крови. С определением мочевины, креатинина, цириактивного белка. Бактериологическое исследование мочи. С определением чувствительности к противомикробным препаратам. Ультразвуковое исследование почек. В анализе крови при пилонефрите. Обнаруживаются разные степени выраженности лейкоцитоз. Нитрофилез с сдвигом влево. И повышение соли. Все это свидетельствует о выраженности острого фазового воспаления в организме. В анализе мочи отмечают нитрофильную лейкоцитурию. Более 5 лейкоцитов в центрифугированном образце мочи. И 10 лейкоцитов в мочи, не подвергшиеся центрифугированному. Возможно, пропинулия до 1%. Микрогематурея в 25% больных. Большое количество клещенного эпиделия. Иногда могут быть соли. Соточный диурез при этом несколько увеличен. Относительная плотность мочи может быть нормальная или снижена. Реакция мочи может быть кислой или щелочной. Цилиндрюрии у большинства нет. Так как нет уменьшения диуреза. Бактериологическое исследование мочи. Это выделение культуры различных микроорганизмов. Кишечные палочки, другой грамм отрицательной флоры. Возможно, забор методом лобковой аспирации. При этом любое количество микроорганизмов вероятность составляет инфекцию мочеводелительной системы 99%. При заборе мочи методом катетеризации мочевого пузыря. Если выявляется более 5 на 10 коэ в миллилитр. Вероятность инфекции мочеводелительной системы 95%. При заборе мочи методом свободного сбора мочи выявляется более 10 на 10 коэ в миллилитр. То вероятность инфекции мочеводелительной системы от 90 до 95%. В биохимическом анализе крови определяется уровень общего белка, холестерина, остаточного азота. Они могут быть длительное время оставаться в пределах нормы. Диагностическое значение здесь имеет диспротеинемия, то есть увеличение уровня альфа и гамма-глобулинов. Повышается уровень сиаловых кислот, повышается цирреактивный белок. Изменяется электролитный состав, гипонатриемия, гипокалиемия, гипохлоремия. Возможно повышение креатинина и мочевины при развитии хронической болезни почек. Хирологические исследования крови при пилонефрите выявляют повышение титра антицел, специфичных к высеваемой флоре из мочи. Дополнительные диагностические обследования, проводимые на стационарном уровне, это биохимический анализ крови, исследование крови на стерильность, с изучением морфологических свойств и идентификацией возбудителя и определением чувствительности к антибиотикам. Определение газа в крови, иммуноферментный анализ, определяем суммарные антитела к ВИЧ-инфекции, определяем группу крови, резус-фактор, определение белка в моче, рентгенография, обзорная органов брюшной полости, фиброгастродоидомископия, компьютерная томография почек с введением контрастного вещества, магнитно-резонансная томография почек для исключения обструкции мочевых путей, электроэнцефалография, эхо-кардиография и КГ, УЗИ органов брюшной полости, ультразвуковое диагностическое исследование сосудов почек, цистография, динамическая сцинтиграфия почек. Это все относится к дополнительным диагностическим исследованиям, которые мы изучаем в зависимости от специфичности от особенностей организма ременка, от выявляемых симптомокомплексов. На УЗИ почек и мочевыводящих путей, что мы видим? Возможно увеличение разного мира почек, их асимметрия, расширение выделительной системы, уменьшение почечной аппарензии. Если при УЗИ не выявлено других аномалий, другие визуализирующие обследования не проводятся. При эмоционной цистографии возможно выявление пузырного четочника рефлюкса с одной или с двух сторон. Обзорная и экскреторная урография, они являются незаменимым методом диагностики пиломефрит, особенно ее вторичных форм. На экскреторных урограммах большинства больных первичных пиломефритов обнаруживаются пиалаптезия, сглаженность форникса, асимметрия чашечной лоханчной системы, дефект их наполнения, гипотония лоханок на четочника. И по мере прогрессирования пиаломефритического процесса выявляется неравномерное истончение паренхемы. Симптом Ходсона это более выраженное уменьшение толщины паренхемы на полюсах по сравнению с средней частью. Также уменьшаются размеры почек, появляются соединенные тканые рубцы. При динамической нефросцентографии практически у всех больных детей пиломефритом наблюдается замедление секреторно-экскреторных процессов, наблюдается асимметрия ренографических крыльев, снижение показателей эффективного почвенного отмитка. Лечение Целью лечения является уменьшение или исчезновение гипертермии, уменьшение симптомов интоксикации, нормализация лейкоцитов в крови и в моче, нормализация почных функций. Тактика лечения Не медикаментозное лечение включает в себя сбалансированную диету, адекватное введение белка 1,5-2 грамм на килограмм и питьевой режим, обильное питье. Важное место в лечении пиломефрита занимает соответствующая диета. С целью уменьшения нагрузки на транспортную систему канальцев и коррекцию обменных нарушений в активной стадии используют стол номер 5 без ограничения соли и жидкости. Соль и жидкость ограничивают только при нарушении функции почек. В диете отдается предпочтение белково-растительной пище. Как известно, активность многих антибактериальных препаратов зависит от реакции мочи. Очередование кисло-щелочной реакции создает неблагоприятные условия для роста микроорганизмов. Поэтому целесообразнее чередовать белковую подкисляющую и растительную подчелачивающую пищу. Исключить продукты, содержащие экстрактивные вещества, эфирные масла. Не разрешаются жареные блюда. Необходимо учитывать также возможность развития пилонефрита на фоне обменных нарушений при оксалуреи, уратуреи. Это все требует применения специальных корригирующих диет. Медикаментозная терапия. Принципы антибиотикотерапии. Детям в возрасте менее 3 месяцев антибиотики внутривенно назначаем в течение 2-3 дней. Затем идет переход на пироральный прием в случае клинического улучшения. Детям в возрасте старше 3 месяцев с инфекцией мочеводелительной системы верхних отделов при остром пилонефрите внутривенное введение антибиотиков необходимо в течение 2-4 дней при наличии рвоты. Затем перейти на пироральный прием. Общий курс составляет 10 дней. Детям в возрасте старше 3 месяцев с МС нижних отделов при остром цистите пироральный прием антибиотиков назначается в течение 3 дней. При повторном эпизоде инфекции мочеводелительной системы на фоне антибиотикопрофилактики необходимо назначить антибактериальный препарат вместо увеличения дозы профилактического препарата. И антибиотикопрофилактика не рекомендуется, если МС не рецидивирует. Какие противомикробные препараты у детей мы используем? Парантеральные это цефтреаксон, цефотоксин, амикоцин, гентамицин, амоксоцилин с клавлоновой кислотой. Перуральным относим цефиксин, амоксоцилин с клавлоновой кислотой, цифрофлоксоцин, офлоксоцин и цефалексин. Дозировки расчет миллиграмм на килограмм в сутки приведен в таблице. Следующая дезинтоксикационная терапия она показана при осложненном течении инфекции мочеводелительной системы, при атипичном течении. Общий объем инфузии составляет 60 миллиграмм на килограмм в сутки со скоростью 5-8 мл на килограмм в час. Можно использовать раствор матриохлорида 0,9% и 5-процентный раствор декстроза. Нефропротективная терапия при хронической болезни почек 2-4 стадии применяем в фозе наприл 5-10 мл на килограмм в сутки. К профилактическим мероприятиям мы отнесем оптимальный питьевой режим, режим вынужденных мочеиспусканий при дисфункции мочевого пузыря по гипорефлекторному типу и антибиотикопрофилактика. Антибиотикопрофилактика показана при возвратной МС у детей независимо от возраста, но она не может быть оправдана у детей с 1-2 степени пузырьного четочника рефлюкса, но играет определенную роль при 3-4-5 степенях пузырьного четочника рефлюкса, особенно у детей младше 5 лет. Здесь уже антибиотикопрофилактика показана. В каких случаях мы не используем, то есть она не показана, антибиотикопрофилактика? При асимптомной бактериуреи детям на интермитирующей катетеризации мочевого пузыря, при обструкции мочевой системы, мучокаменной болезни и нейрогенной дисфункции мочевого пузыря. Какие препараты мы назначаем с профилактической целью при инфекции мочевой длительной системы? Выбор зависит от возраста ребенка и переносимости лекарственного средства. Какие препараты мы используем для профилактики? Это кодримоксизол, нитрофорантаин, цифалексин, цификсин. Дальнейшее введение сопровождения пациента уже на амбулаторном уровне это осмотр нефролога 1 раз в 3 месяца. При ухудшении состояния пациента необходимо решить вопрос о госпитализации. Контроль лабораторных данных это общий анализ крови, общий анализ мочи 1 раз в 3 месяца. Определяем креатинин 1 раз в 6 месяцев. Индикаторами эффективности лечения являются уменьшение или исчезновение гипертермии, исчезновение или уменьшение симптомов интоксикации, нормализация анализов крови и анализов мочи, нормализация макочечных функций. Продолжение следует...